Объединённые библейские общества представляют Мир Библии Часть 2. От Авраама до Иисуса Новина Библия говорит, что праотцы Израиля были тесно связаны с древними цивилизациями Южной Месопотамии. Прародиной Авраама был Ур, один из древнейших городов Южной Месопотамии, которая в те времена называлась Шумер. Именно Шумеры создали в Месопотамии первые города-государства свыше 5000 лет назад. Они изобрели клинопись, ими написаны древнейшие памятники мировой литературы. Некоторые учёные полагают также, что именно Шумеры изобрели гончарный круг, лодку, колесо, повозку и плуг. Река Ефрат Руины Ура можно видеть и по сей день. Размеры древнего города впечатляют, хотя большинство храмов Ура по-прежнему погребены в песке. Лишь немногие раскопаны. Один весьма характерный тип древнего Месопотамского святилища носит название Зиккурат. Это четырёхгранная башня, похожая на пирамиду. Снаружи башни располагался пандус, который вёл на вершину. Учёные полагают, что именно Зиккурат был прообразом Вавилонской башни, о которой говорится в 11 главе книги Бытия. В Уре, на вершине главного Зиккурата, находилось святилище Бога Луны, которого шумеры называли Нанна, а Акации – Син. Авраам изображён в Библии как кочевник или полукочевник. Он и его люди то и дело перемещаются с одной стоянки на другую. Надо полагать, они меняли летние пастбища на зимние, зимние на летние или просто искали воду для скота. Хотя родиной Авраама был город Ур, ныне раскопанный археологами, Авраам вместе со своим отцом Фаррой и племянником Лотом покинул этот город и направился в Ханаан. То, что Авраам был кочевником, не означает, что он был беден. Он владел большим количеством скота. Куда бы он ни шёл, за ним следовали члены его семьи – рабы, стада мелкого и крупного скота, верблюды. Если идти из Ура в Ханаан по прямой, то придётся пересекать безводную пустыню. Авраам и его спутники пошли не по прямой, а по тому пути, которым ходили все караваны и путники. То есть сначала на север вдоль Ефрата. Так они достигли северной Месопотамии, города Харана. Сейчас это территория Турции. От Ура до Харана почти тысячи километров. Харан, как и Ур, был центром почитания лунного бога Сина. Некоторые учёные полагают, что именно эта связь между двумя городами объясняет, почему семья Авраама решила остановиться в Харане. Археологи раскопали в Харане храм, посвящённый богу Сину. Сколько времени провёл Авраам в Харане, неизвестно. Мы даже не знаем, жил ли он в городе или рядом с ним. В одном месте Библии предки израильтян названы блуждающими арамеями. Говорится, что они жили за Ефратом и служили другим богам. Арамеи – это семитский народ, живший в Сирии. Они часто упоминаются в Библии. Обычно, как враги Израиля. Столицей арамеев, что жили рядом с Израилем, был Дамаск. Бог призвал Авраама идти дальше из Харана в Ханаан. Придя в Ханаан, Авраам сперва остановился в Шехеме, затем около Бетелла. Потом он разбил стоянку рядом с Хевроном, близ Дубравы, которая принадлежала Амарею по имени Мамре. Возможно, это было какое-то древнее священное место. Там Авраам построил жертвенник Господу. Оттуда Авраам, чье имя Господь к этому времени изменил на Авраам, переселяется еще дальше, на юг, в район Бершевы, что на самом краю пустыни, в Негеве. Традиция связывает с именем Авраама колодец близ ворот Бершевы. Говорят, что патриарх вырвал здесь этот колодец, чтобы поить свой скот. Трудно сказать с уверенностью, когда именно жил Авраам. Некоторые ученые считают, что речь должна идти о периоде поздней бронзы. 1550-1200 годы до н.э. Другие выступают за более ранние датировки. В любом случае, для израильского народа Авраам – это легендарная фигура, великий праотец. Уже для авторов Библии эпоха Авраама была далеким прошлым. В книге «Бытия» часто говорится, что в ту пору Палестина принадлежала ханаанеям. Это семитский народ. Союзником Авраама был Амарей Мамре. Амарей – это тоже семитский народ. Какое-то время они обитали в Северной Сирии. В Библии слово «Амарей» иногда используется в расширительном значении, а именно применительно к древним обитателям ханаана, независимо от их этнической принадлежности. Наряду с ханаанеями и амареями в Палестине того времени, как говорит Библия, жили хетты. У одного из хеттов Авраам купил участок земли, где похоронил свою жену Сару. Хетты – это народ индоевропейского происхождения. Они создали могучую империю в Малой Азии. Эта империя просуществовала примерно с 1650 до 1200 года до н.э. Не вполне, впрочем, ясно, как именно хеты, жившие в ханаане, связаны с малоазийскими хеттами. За небольшой участок земли для семейной усыпальницы Авраам заплатил 400 шекелей серебра. Шекель здесь не монета, а мера веса. Монеты появляются только в VII веке до н.э., а у израильтян входят в широкое употребление лишь к IV веку. До этого времени все расчеты велись в серебре на вес. Само слово «шекель» происходит от глагола со значением «взвешивать». Да и библейский текст говорит, что Авраам отвесил, а не отсчитал 400 шекелей серебра. Смерть погребения В древнем ханаане людей простого звания хоронили без особых приготовлений. Тело усопшего обмывали, умащивали благовойниями, отчасти, чтобы замедлить тление, отчасти, чтобы заглушить запах. Усопшего облачали в его собственной одежде, либо заворачивали в кусок ткани. Погребальные обычаи варьировались в зависимости от того, какому народу усопший принадлежал. Иногда покойников просто хоронили под кучей камней или близ какого-то приметного места у дороги. У оседлых жителей были постоянные кладбища, бедняки выкапывали для усопшего неглубокую яму. Богачи использовали естественные пещеры или же высекали себе гробницы в скалах за пределами селения, но недалеко от него. Это были семейные усыпальницы. Ими пользовались в течение нескольких поколений. После того, как тело помещено в гробницу, нужно не допустить внутрь диких зверей. Для этого вход в гробницу загораживали камнями. Иногда специально подыскивали большие округлые камни. Богатые люди нередко отесывали такие камни, придавая им вид колеса, которые можно было подкатить ко входу и таким образом закрыть вход в усыпальницу. Древний мир знал и практику вторичных захоронений. Сперва тело усопшего клали на специальную каменную полку. Вот в этой очень богатой могиле высечено даже место для головы. Примерно через год, когда плоть истлевала, кости собирали и складывали в отдельный угол усыпальницы. Полка была свободна для следующего тела. Время между первичным и вторичным захоронением было для семьи временем траура. Обычай погребать усопшего в одной гробнице с его предками дал начало выражению «приложиться к народу своему». Так в Библии описывается, например, смерть патриархов. С усопшим погребали его вещи. Возможно, они просто символически указывали, кем был усопший при жизни. Возможно, должны были помочь ему в загробном бытии отогнать злых духов. Иногда в изголовье ставили масляные лампы, еду или питье. Время траура сопровождалось многочисленными ритуалами. Оплакивающие раздирали свои одежды, облачались в дерюгу, посыпали голову пылью или пеплом. Во время траура носили черную одежду, не надевали украшений и сандалий. Обычаи оплакивания, специальная вдовья одежда, упоминаются в Библии в 38 главе Бытия, где рассказывается история Фомария. Оплакивающие усопшего рыдали, постились, били себя в грудь. Воздевали руки к небу, сидели на земле, склонив голову, не произнося ни слова. Нередко семья покойного нанимала специальных профессиональных плакальщиц. Библия называет их певицами плачевных песен. Оплакивание могло сопровождаться и звуками флейт. В Палестине количество ежегодных осадков резко варьируется от одной области к другой. На западных склонах центрального хребта выпадает значительно больше дождей, чем на восточных. Для земледелия восточные склоны не приспособлены. Они больше подходят для того, чтобы пасти там мелкий рогатый скот. Для стад Авраама и Лота, когда они были вместе, не хватало пастбищ и воды. Аврааму и Лоту пришлось разделиться. Книга Бытия говорит, что в те дни долина Мертвого моря была зеленой и плодородной, и там стояло несколько городов. Самыми крупными были Содом и Гамора. Упоминаются и другие два города – Адма и Циваим. Лот, племянник Авраама, предпочел жить в окрестностях Содома. В 19 главе книги Бытия описано разрушение Содома и его окрестностей. Это была кара Божья. О судьбе этих городов вспоминает второзаконие. Серый соль, вся земля, выжженное место, которое невозможно засеять и дождаться всходов. На ней не взойдет никакая трава. Во время разрушения Содома и Гаморы Лот бежал оттуда с двумя дочерьми. Они поселились в пещере. Дочери Лота были обручены или даже замужем, но их женихи или мужья не захотели покинуть Содом. Поэтому дочери Лота, так говорится в книге Бытия, зачали детей от собственного отца, Лота. Они стали прародительницами двух народов Зайордания, Моавитян и Аманитян. Моавитяне и Аманитяне были врагами Израиля. У некоторых семитских народов было в обычае жениться на родственницах по отцовской линии. Брак устраивался главой семьи, заключался договор. Согласно брачному договору, семья жениха платила за невесту выкуп. Свадьбе предшествовал период обручения, длящийся около года. Обручение могло быть расторгнуто только разводом или смертью. Если мужчина умирал до свадьбы, девушка, что была обручена с ним, считалась вдовой. Авраам послал своего слугу в Месопотамию за женой для Исаака. Слуга нашел там Ревекку, внучку Нахора, брата Авраама. Авраам уплатил выкуп родителям Ревеки. Когда Ревекка согласилась стать женой Исаака, она получила еще и специальный подарок – серебряные и золотые украшения, а также наряды. Это говорило о богатстве и щедрости Авраама. У Исаака и Ревекки родились близнецы. Первым на свет появился Исаав. Он и должен был унаследовать состояние Исаака. Но второй сын, Иаков, обманул своего слепого отца, притворившись Исаавом. Так он получил благословение, предназначенное старшему брату. Боясь мести со стороны брата, Иаков убежал в Харан, где когда-то жил его праотец Авраам. Там он работал пастухом у своего дяди Лавана и взял в жены двух его дочерей. Постепенно, однако, отношения между Иаковом и его тестем становились все хуже. В один прекрасный день Иаков собрал жен, детей, рабов и скот и покинул Харанскую равнину. Лавану он ничего не сказал. Иаков направился в Ханаан, к отцу Исааку. Рахиль украл из дома Лавана маленькие статуэтки, по-еврейски «терафимов», в традиционном русском переводе «идолов». Мы не знаем точно, кого изображали эти статуэтки. Возможно, богов, возможно, предков. Подобные статуэтки часто встречались в домах жителей Сирии и Ханаана и даже среди израильтян. Для людей того времени эти «терафимы» были очень важны. Вероятно, считалось, что они защищают семью, способствуют плодородию полей и женщин. Когда Лаван обнаружил, что Иаков бежал и забрал у него «терафимов», он пустился в погоню за Иаковом и настиг его в горах Галаада. Иаков не знал, что Рахиль украла «терафимов» и, отвергая обвинение в краже, предложил Лавану обыскать все шатры. Рахиль тем временем спрятала «терафимов» в своем шатре под верблюжьим седлом. Притворившись, как будто у нее менструация, Рахиль не стала вставать с седла, когда отец обыскивал шатер. Лаван ничего не нашел. Ссора Лавана с Иаковым это прообраз глубочайшей вражды между израильтянами и арамеями, которая существовала позже. Это повествование и другие повествования книги «Бытия» призваны объяснить те политические отношения между Израилем и его соседями, что существовали в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. В повествованиях такого рода мы все время встречаем повторяющиеся мотивы вражду между братьями, лукавый обман. Такие повествования называются и теологическими. Они объясняют происхождение ситуации, существовавшей в момент жизни автора. Вернувшись в Ханаан, Иаков известил Исава о своем прибытии. Исав взял с собой 400 человек и пошел с юга навстречу Иакову. Исав жил в стране Сиир, в нынешней Южной Иордании. Два брата встретились близ Вади или сухого русла реки по имени Ябок. Вы видите это Вади у меня за спиной. Накануне встречи ночью Иаков боролся с таинственным существом, после чего его имя Иаков было изменено на Израиль. Братья встретились, помирились, и каждый пошел своей дорогой. Исав вернулся в Сиир, а Иаков стал жить в Ханаане. Он поселился близ города Шехема. От этих двух братьев, говорит Писание, произошли два народа Эдом и Израиль. Эдомитяне часто упоминаются в Библии как враги Израиля. Книга Бытия говорит, что другое имя Исава – Эдом. Столицей Эдомского царства была Села. Давид покорил Эдомское царство, но столетия спустя эдомитяне освободились. В IV веке до н.э. территорией Эдома завладела арабское племя Набатеев. Двенадцать сыновей Иакова стали прародителями двенадцати племен Израиля. Книга Бытия рассказывает о вражде между братьями. Самый известный рассказ о том, как братья продали Иосифа в рабство. Они завидовали тому, что Иосиф был любимцем отца. В Ханаане наступил голод, рассказывает Библия. Возможно, причиной тому был недостаток дождей, этот бич земель, лежащих на краю пустыни. Некогда, в таких же точно обстоятельствах, Авраам был вынужден уйти из Ханаана в Египет. Теперь пришла пора сынов Иакова. Они отправились в Египет со своими семьями и стадами. Иосиф, проданный имя в рабство, стал к этому времени правителем в Египте, вторым человеком после фараона. Некоторые ученые связывают этот рассказ с тем временем, когда Египет был под властью чужеземных правителей. Египтяне называли их гексосами. Происхождение гексосов непонятно, возможно, они были семитами. Власть гексосов над Египтом началась около 1700 года до н.э. и продлилась свыше столетия. Не исключено, что Иосиф служил при дворе одного из последних гексосских владык. Столица гексосов лежала на северо-востоке Нильской дельты. Она называлась Аварис. Если верно, что история Иосифа имеет какое-то отношение к гексосам, то именно здесь Иосиф жил и отсюда управлял Египтом. Впрочем, в преданиях о древней истории евреев слишком много неясного. Сегодня руины гексосской столицы едва видны в местечке под названием Тель-Эд-Даба. Около 1550 года до н.э. гексосы были изгнаны из Египта. К власти пришла новая династия – египетская. Потомки Иакова евреи жили в Египте, их становилось все больше, они стали казаться опасными для египтян. В первой главе исхода говорится, что к власти пришел новый царь, который не знал Иосифа. Возможно, это намек на смену династии. Фараон, царь Египта, решил возложить на евреев иго тяжкого каторжного труда. А чтобы их не стало слишком много, приказал убивать всех новорожденных младенцев. Столицей фараонов нового царства был Мемфис, на берегу Нила, в нескольких километрах к югу от современного Каира. Некоторые ученые предполагают, что Моисей вырос здесь, при царском дворе, и что фараон первых двух глав исхода – это Рамзес II, воинственный царь, которому удалось восстановить власть Египта над Ханааном и Южной Сирией, который построил новую столицу в Восточной Дельте, город, названный в честь фараона Пер-Рамзес. Между Мемфисом и Пер-Рамзесом неблизкое расстояние. Моисею, жившему в Мемфисе, пришлось проделать долгий путь туда, где жили его соплеменники. Евреи работали над строительством Пер-Рамзеса и другого города по имени Питом. Они изготавливали кирпичи из глины. Из таких кирпичей строили обычные дома. А дворцы и храмы воздвигали из камня, которое приходилось доставлять на кораблях из верховьев Нила. Очевидно, евреи строили не каменные дворцы и храмы, а кирпичные дома чиновников. Кирпичи для таких построек обычно просто высушивали на солнце. Их делали из глины, смешанной с сухой травой и соломой. Солома связывала глину, придавала кирпичам прочность. Солому срезали не евреи, а другие рабы и отдавали евреям, делавшим кирпичи. Однако после того, как евреи пожаловались на свой тяжкий труд, фараон распорядился, чтобы они сами добывали солому. Работа стала еще тяжелее. Пророк Наум описывает изготовление кирпичей из глины. Глину топчут, перемешивая ее с соломой, пока не получится раствор требуемой консистенции. Затем его раскладывают по деревянным формам. Слегка подсохшие кирпичи вынимают из форм и оставляют досушиваться на солнце. В особых случаях кирпичи обжигали в специальных печах. По-еврейски кирпичи назывались лилина. Во второй книге царств встречается слово «малбен», которое значит либо форму для кирпичей, либо печь. Рамзес II правил очень долго. Примерно с 1280 по 1230 год до н.э. Если угнетение евреев началось именно при Рамзесе, то значит в книге исхода упоминается его смерть. Моисей и Аарон обратились к следующему фараону с просьбой отпустить евреев в пустыню, поклониться Богу. Просьба была вполне оправданной, но она исходила от представителей угнетенного народа. И царь заподозрил неладное. Египетские источники упоминают людей Хапиру, занятых на строительстве египетских городов. Словом «Хапиру» обозначались люди, утратившие свою землю и занимавшиеся либо разбоем, либо службой в наемных войсках. Возможно, слово «евреи» в книге исхода связано с древним термином «хапиру». Однако точное соотношение между этими словами не ясно. Об исходе евреев из Египта, кроме Библии, не говорится нигде. Это, впрочем, неудивительно. Египтяне считали, что их царь – земное воплощение Бога. Более того, фараон сам считался Богом. В литературе и искусстве он всегда изображался победителем врагов. Соответственно, египетские источники никогда не говорят о несчастьях или поражениях царя. Вряд ли они стали бы сообщать об исходе евреев. Троны египетских владык украшались изображениями побежденных врагов Египта. Когда фараон восседал на троне, он символически попирал врагов. Таким образом, библейский образ врагов, которых Бог делает подножием для своего избранника, уходит корнями в очень древние представления. Этот образ связан с предметами, которыми реально пользовались люди древнего мира. Израильтяне сплотились вокруг Моисея. Книга Исхода рассказывает нам, как они пересекли море Суф, которое иногда называют Тростниковым морем или отождествляют с Красным морем. Возможно, это произошло в районе нынешних горьких озер, одно из которых вы видите перед собой. Может быть, тогда, как и сейчас, после ночного дождя, земля представляла собой труднопроходимую для людей и колесниц грязь. Чудесный уход евреев из Египта описан в 14 главе книги Исход. Сильный ветер разделил море надвое и осушил его дно. Но евреи прошли по дну моря, как посуху, а египетские колесницы были сметены возвратившимися на свое место водами моря. Евреи могли избрать несколько путей для возвращения в Ханаан. Самым прямым был Приморский путь. Но он был и самым опасным, так как, покорив северные страны, египтяне построили вдоль этого пути цепь крепостей. Другой путь, прямо на восток через Синайские горы, был бы слишком труден для народа, там недостаточно источников воды. Беглецы повернули на юг. Сколько их было? Из кого состояла эта толпа беглецов? Об этом спорят до сих пор. Возможно, их было всего несколько тысяч. Говорится, что к евреям примкнули представители других народов. Моисей и Аарон, предводители Исхода, были из племени Ливия. Память об Исходе оказала огромное влияние на религиозное самосознание Израиля. Израильтяне почувствовали, что их бог сильнее египетских богов и их наместника фараона. С тех пор, всегда, когда существование еврейской нации оказывалось под угрозой, евреев поддерживала вера в бога, явившего свою мощь в Египте. Трудно сказать, по каким местам пролегал путь евреев из Египта в Ханаан через пустыню. Библейское описание недостаточно детально, а часто мы не можем отождествить даже те места, которые упоминаются в библейских текстах. Впрочем, из этих текстов можно понять, что израильтяне останавливались на более или менее длительный срок в трех местностях. Близ горы Синай, которая, по-видимому, находилась в южной части Синайского полуострова, в оазисе Кадеш-Барнеа, на краю Негева, и близ горы Хор, которую обычно помещают на территории дома, на юго-восток от Мертвого моря. Впрочем, многие ученые считают, что гора Хор должна лежать ближе к Кадеш-Барнеа. Израильтяне сначала двигались вдоль берега. Юг Синайского полуострова покрыт горами, поэтому идти вдоль берега проще всего. Часть пути беглецы могли двигаться вдоль сухих русел или в ваде. Ведь для большого скопления людей трудно идти по пустыне. Всякий переход от одного источника воды до другого должен быть тщательно рассчитан. Через несколько недель пути Моисей привел народ к горе. Там они получили от Бога наставление. Эта гора упоминается в Библии под разными названиями Синай, Хариф, гора Господня. Какая точно гора имеется в виду, неизвестно. Вы видите перед собой сейчас ту гору, которую традиция соотносит с библейским Синаем. По-арабски она называется Гора Моисея. Ее высота 2200 метров, и чтобы подняться на вершину, вы должны преодолеть 3000 ступенек. Сейчас зимой на этой горе выпадает снег, и бывает довольно холодно. Стада беглецов состояли преимущественно из овец и козлов, которые могут питаться не только травой, но также листьями с кустов и деревьев. Они могут добывать себе пропитание даже в пустынях или полупустынных районах. Скот давал хозяевам молоко и эпизодически мясо. Этой пищи, однако, было недостаточно. Постоянная угроза голода отражена в библейских повествованиях о странстве евреев по пустыне. Израильтяне долгое время оставались на горе Синай. Там они заключили завет, договор с Богом. Там они построили скинию, переносное святилище, которое могло быть легко разобрано, перенесено в разобранном виде на новое место, и там собрано снова. От горы Синай израильтяне двинулись на север, через вади и пески, пока не прибыли в оазис Кадеш-Барнеа, расположенный между Негевом и Синайской пустыней. Здесь израильтяне провели много лет. Оазис — это окруженный растительностью источник воды посреди пустыни. Кадеш-Барнеа был похож вот на эти оазисы, с водой и финиковыми пальмами. Из Кадеша израильтяне предприняли несколько попыток проникнуть в южный Ханаан. Каким-то маленьким группам это, может, и удалось. Но основная группа израильтян под предводительством Моисея двинулась на восток, обходя Мертвое море с юга. В этих краях жили эдомитяне. Израильтяне попросили разрешения пройти по их земле, но эдомитяне отказали. Израильтяне пообещали не топтать поля, не брать воду из колодцев, но эдомитяне все равно не согласились пропустить их. Еще одна попытка выступить из Кадеша на север натолкнулась на сопротивление хананийского царя, правившего в Негеве в районе Арада. Израильтяне победили его, и, разрушив Арад, дали ему имя Харма – разрушение. Впрочем, как показали раскопки, Арад как город прекратил свое существование задолго до израильского вторжения. В те времена, когда здесь появились израильтяне, это была просто небольшая хананейская деревушка. Первые поселения на месте Арада возникли еще в IV тысячелетии до н.э. В III тысячелетии здесь уже стоял город, окруженный стеной с башнями. Дождевая вода собиралась в углублении посередине города, оттуда ее брали местные жители. При раскопках были обнаружены остатки домов, дворца и храмов. Хананейский город был покинут, возможно, из-за неблагоприятных климатических изменений. Около 2700 года до н.э. Полтора тысячелетия здесь никто не жил. В Библии Арат упоминается лишь в связи с израильским завоеванием. Однако раскопки показывают, что в XI веке до н.э. там поселились израильтяне. Примерно столетия спустя, возможно, во времена Соломона, там была построена крепость. Климат в Иорданской долине и в окрестностях Мертвого моря был тогда примерно таким же, как и сейчас. Однако флора и фауна были другими. И долины Иордана, и область к югу от Мертвого моря были покрыты деревьями и травами. В зарослях обитало множество газелей и других животных, на которых можно было охотиться. Из деревьев собирали фрукты и орехи. Эдомитяне, жители земель к юго-востоку от Мертвого моря, занимались земледелием, выращивали скот, охотились. За истекшие с тех пор столетия, леса и дичь постепенно исчезли. Евреи повернули на юг, к Красному морю, и вышли к нему в районе нынешнего Элата. Оттуда они двинулись на северо-восток и после долгого трудного пути через пустыню достигли южных областей Эдома. В песне Деворе, пятая глава книги Судей, мы читаем, что Господь идет из Сеира на помощь народу своему. Сеир – это горная область на юго-востоке от Мертвого моря. Она фигурирует в Ветхом Завете как обитель Господа. В долинах Сеира израильтяне остановились на некоторое время. Самый высокий пик Сеира – гора Хор или Ор. Там был похоронен Аарон. Вся эта территория скалистая, почти лишенная растительности, страшно сухая летом. Возможно, именно здесь Моисей ударил скалу и потекла вода. До сих пор ложбина по имени Вадимуса напоминает нам о Моисее. Отсюда вы можете видеть те долины, где стоял лагерь израильтян. Здесь на них напали ядовитые змеи. Бог велел Моисею сделать из бронзы изображение змеи и поднять эту бронзовую змею над лагерем. Как только израильтянин, укушенный ядовитой змеей, обращал свой взор на эту бронзовую змею, он выздоравливал. Бог велел Моисею подняться на вершину горы Хор вместе с Аароном и его сыном Елеазаром. Втроем взошли они на гору. Там Моисей снял с Аарона его первосвященнические одежды, и Аарон умер. Моисей облачил в эти одежды Елеазара. Так Елеазар стал первосвященником, верховным жрецом, вместо отца своего. С сирских гор евреи двинулись на север по так называемому царскому пути, который шел вдоль хребта. Они дошли до широкого Вади. Это была граница Эдома и Моава. В библейские времена Вади называлась Зерет, сейчас Вади Хасса. Израильтяне обратились к Амарийскому царю, под чьей властью в ту пору находился северный Моав, к северу от реки Арнон, и попросили разрешить им идти дальше по царскому пути на север. Израильтяне обещали не сходить с дороги. Они обещали не заходить на поля местных жителей и не отбирать у них воду. Но, несмотря на это, Амарийский царь отказался дать такое разрешение. Невзирая на отказ Амарийского царя, израильтяне двинулись на север. Им пришлось вступить в бой с Амареями. Они разбили Амареев и завоевали за Иорданье земли Амона и Галаада. Наконец, в конце своего долгого пути, израильтяне остановились в долине Иордана, недалеко от горы Нево. Библия называет эту область Моавскими равнинами. Здесь, на восток от Иордана, во главе Израиля встает новый вождь, Иисус Новин. Моисей же восходит на гору Нево и умирает. Его преемнику Иисусу Новину предстоит вести племена Израиля в землю, где некогда жили Авраам, Исаак и Иаков. Фильм озвучен на студии НОТА по заказу Российского библейского общества в 2005 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok